Родословная Ленина. Значит, торговец евреи, прадед Ленина, Мойше Бланк, был женат на шведке Анне Карловне Остет. Да, Мойше Бланк. Дед его, крещеный еврей Александр Бланк, врач, сделал блестящую карьеру, дослужился до статского советника и был приписан к дворянству Казанской губернии. И купил имение Кокушкина и имел крепостных крестьян. Вот. То есть, крещеный еврей Александр Бланк. Был, получил дворянство после крещения, да, и был приписан к дворянству Казанской губернии и имел крепостных крестьян. Женился он, значит, его жена звали по фамилии Гроссенкопф. Гроссенкопф. Немка по происхождению. Было пятеро дочерей, одна из которых, Мария, стала матерью Володи Узьянова. По отцовской линии прадед был крепостным, дед – мещанином портным. Только после 50 лет он женился на дочери крещеного Калмыка, младше его почти на 20 лет. И у них родилось три сына и две дочери. И самый младший Илья и был отцом Владимира. Вот такая семейка. То есть, калмыки, ненцы, евреи, ну, и там где-то русские появляются, да, между крещеными евреями, немцами и шведами. Володя в раннем возрасте у мальчика была слишком большая голова и слабые ноги, поэтому ходить он начал только в три года. Родители огорчали его наклонность к разрушению. То есть, в детстве он там котят душил, мухом крылышко обрывал. Вот этот самый Володечка Ульянов, чьи носили до октября-то. Вот, кстати, видите, почему у него такие волосы, вьющиеся. До трехлетнего возраста, да, еврейских детей не стригут. Кстати, мой Миша тоже прошел сейчас такую процедуру, да, а к трехлетию возрасту его стригают, поэтому. Вот такой был Володечка, тут только одна голова на кривых ножках, поэтому на октябряских значках он не изображен в полный рост. Вот нечто похожее, как инопланетяна. И такая у него большая была голова. Все только в три года он начал ходить. Да, то очень умный, да. Володя учился прекрасно, был первым учеником и не раз получал похвалы от директора гимназии Керенского, отца будущего, премьер-министра России. Кругом все свои люди, да? Он был любимчик семьи, постоянно находился в центре внимания, захваленный учителями и родителями, ну, знаете, как еврейского, дитя. Считавшим его гением, рос самоуверенным, утверждая свое лидерство, не останавливался перед грубым моральным давлением. Уже в юности его отличало, не терпелось к чужим взглядам. Я буду и буду подробно говорить о его истории жизни, вот, потому что вы можете биографию прочесть, да, везде, я тут очень много данных, я вам только, самое следующее, я хочу рассказать о параллели. Видите, антихрист означает подобный Христу. И вот Ленин и Гитлер, вот, они и в какой-то мере Сталин, имели вот общие черты своей биографии и общие черты личности. Вы знаете, что Вольтер называл дьявола, обезьяны, бога. И вот у Ленина, Гитлера и Иисуса, если формально подходить, да, к их истории, есть что-то общее. Ульянов Ленин родился от еврейской матери и отца, представляющего сложную смесь русских и татарских кровей. Мать Ленина, как и мать Христа, звали Мария, точнее Мирьям, а еще точнее Мирьям Давидовна. То есть Ленина тоже можно было называть Бен Давид. Бен, вы знаете, не только в физической смысле сын, но и потомок. Потомок Давида. Значит, считает, что он родился 22 апреля. Это дата рождения Ленина по Григорианскому календарю, принятого на Западе. Русская православная церковь пользуется другим календарем, Ильянским, который отстает от Григорианского на 13 дней, теперь уже на 14. То есть во всех российских документах Рождество Ленина зафиксировано 9 апреля. В этот день как раз познавалась православная Пасха. Родился он на Пасху. У Ленина был и свой креститель, да, Иоанн Креститель, звали его Карл Маркс. Как и Иоанна Крестителя Христа, предки Маркса по обоим линиям были равены и носили фамилию Леви. Иоанна Крестителя как была фамилия? Леви. Вот. Да. Носили фамилию Леви. Маркс создал идеологию коммунизма и как заток иудаизма и христианства, человек, мыслящий категориями этих религий, не мог додуматься ни до чего другого, как приспособить все иудейские этические нормы и христианские этические нормы. Да, к чему? К антихристианству, то есть к материализму. К материализму, к атеизму. Если сравнить коммунистический манифест Маркса и некоторые высказывания Христа, можно найти параллели определенные. Значит, подобно тому, как Христос вовлек свою деятельность родственникам, все братья и сестры Ленина, а их тоже было пять, как и братьев Иисуса Христа. Значит, все они были, естественно, сторонниками религии, которую придумал товарищ Ленин и занимались революционной работой. Их мужья и жены занимались тем же. И ни у кого из них не было детей, как и у апостола. Есть параллель с Гитлером. Гитлер в 19 лет провалился на экзаменах в Венской академии искусств. Ленина в 19 лет выбросили из Казанского университета. То есть, в биографии, вплоть до определенных годов есть параллели. Интересное отношение с женщинами у Ленина было аналогично той, что существовало у Гитлера. Мы будем говорить о Гитлере. Мать, женщина как объект любви и женщина как эрзац мать. У Ленина была мать, женщина как объект любви Энесса Арманд. У Гитлера Геля Реубаль, а впозднее Ольга Чехова. Актриса Ольга Чехова, которая уже после смерти, посмертно уже, она прожила почти 90 лет, уже после распада Советского Союза, дали уже героя не Советского Союза, а героя России. Потому что она тоже была Советской разведчественной. Я как-то о ней, может, расскажу. Очень интересная личность. И женщина, которая эрзац мать, да? У Ленина это Крупская, а у Гитлера это, как вы знаете, Ева Браун. Как Гитлер и Ленин предпринимали две попытки захвата власти. Значит, помните? В 1905-м и 1917-м году. И Гитлер тоже в 1923-м году, да? И в 1933-м году он уже полностью власть занял. Значит, Ленин, как и Гитлер, после первой попытки вынуждены будет скрываться, обеспечив себе весьма комфортабельное существование за границей. Если кто-то думает, что за границей он там жил бедно, он жил в богатых буржуйских кварталах, чтобы ходить там и смотреть и взращивать себе ненависть к буржуазии. Вот как пишет Крупская. Расписывая нашу жизнь как полное лишение, неверно это, нужды никогда не знаю, что купить хлебом мы не знали. Разве так жили товарищи мигранты? Бывали такие, которые по два года ни заработка не имели, ни из России денег не получали, в форме наголодали, у нас этого не было. Жили просто, это правда. Ленин получал гонорары, правда небольшие за свое литературное творчество, присылал деньги и мать. Неплохой источник существования давала партийная касса, которой он непосредственно распоряжался, как товарищ Юда Искариотов. Лично распоряжался партийной кассой. Так что бедно они не жили. Причем деньги в кассу в основном поступали от экспроприации, то есть ограблений. Хотя официально они были запрещены четвертым съездом РСДРП, но была целая террористическая организация боевиков, которые добывали деньги. Из них товарищ Сталин занимался и КАМО, элитар Петросян, помните? Позднее такой был бандит Гриша Котовский, и Лишка, и Почек, тоже к выезду присоединились. Но Сталин тот был натуральный бандит. Натуральнейший бандит. Хорошо. Итак, Ленин, Гитлер, как и Христов, упрекали ревизионных лидеров ханжестей. Гитлер говорил, второго такого ханжестского государства, как Россию, не найти. Там все построено на церковных обрядах, и тем не менее русские получили крепкую узбучку. Во всех остальных странах коммунизм был установлен насильственным путем либо непосредственно русскими штаками и танками, либо по помощи политических интриг, исходящих из Москвы. Ленин больше всего ненавидел христианство. Ну, вы знаете, что делали большевики, да, представителями, священниками, интеллигенции и так далее. Его культ в Советской России был практически идентичен культу христианских святых. Апостолы заменили обрезание крещениями, коммунисты отвергли крещение и заменили его звездением. Вот такая цитата. Звездением. Каждый советский октябренок носил звезду с изображением маленького Володи, как две капли воды, похожие на маленького Христа. Вместо икон вывешивали портреты коммунистических вождей, появились особые коммунистические имена. Троица отец сын и святой дух сменила Троица Маркс-Ленин-Сталин, а позднее Маркс-Энгельс-Ленин. Троица и Троица. Марина Ульянова исполняла роль Богоматери. Храмы и домашние церкви были заменены ленинскими комнатами и красными уголками. Была создана целая учебная вертикаль, где изучалось бытие и учение Ленина. Выходили сотни томов с красочным изложением непорочного жития коммунистических святых. Возникла целая квазиногучная прослойка, изучавшая сугубо марксизм и ленинизм, то есть своего рода теология и делающая на данном поприще докторские академические звания, что стало прообразом коммунистического священства. Образ Ленина был мифологизирован и значительно большей степени, чем образ Христа. И это в 20 веке и не среди каких-то там негров, о которых говорил Гитлер, но среди народа претендующего на звание цивилизованного. По сути, Ленин сделал в России то, что сделал бы Христос иудеи, если бы он поддался искушению сатаны и стал реальным иудейским царем. Очень тоже интересная мысль. Видите? Иисус не поддался на это искушение, он умер и искупил всех нас. Ленин, как и Чингисан, они имели конкретное искушение от сатаны. Я думаю, может, являлся в облике сатана, может, нет, но мысли определенные они получали светлую голову. Да, значит, Чингисан рыжий был, не знаю, может, он и был сел к старости. Значит, насчет окружения. Подобно тому, как практически никто из апостола Христа не умер своей смертью, практически все апостолы Ленина, да, были так или иначе, или казнены в результате репрессии, Зиновьев, Каменев, все остальные, вы помните, что с ними происходило. Тоже есть параллель Макс Литвинов, аналогия с Иоанном. Это единственный апостол Ленина, который уцелел. Интересно, возникновение пары Ленина и Гитлера, Сталин, Гитлер, Ленин и Гитлер это антихристы. Поражение Германии в войне и создание германской рабочей партии было отликом на революцию в России. Возникла компенсирующая сила, что-то типа антибиотика, который должен был, если не полностью предотвратить, то во всяком случае уменьшить опасность коммунистической угрозы. Вот вы знаете, раньше лечили сифилис, когда они знали антибиотиков. Выносили больных на малярийные болота. Они заряжались малярией. Малярия вылечивала сифилис, потому что спирохета сифилитическая от высокой температуры, от высокой лихорадки погибает. Но затем очень легко лечили малярию с помощью хинина. Вот такое примерно лекарство получила Европа в результате. Кульминация советская 45-й год парад сопровождающийся бросанием языческих германских знамен в авзолею, где покоится мумия Ленина. Пройдет немало и много времени и советские знамена станут предметом мелкой спекуляции. Заня вместо коврика перед унитазом или покрывало для кушетки в борделе в наркопритоне. Две равнополярные силы олицетворяемы Гитриеву и Ленину уничтожили друг друга. И результат их противоборство ничья. Но ничья боевая, которая обошлась во многом, многом миллионам до сих пор не могут посчитать жизни. Вот так. И при чем вот лозунги. Я даже проезжаю, это Христос это круто. Вы знаете, Христос никогда не был крутым человеком. И вот все имя Христа как хочешь приспосабливают под свою идеологию. В 18 веке Христос был первым иллюминатом. Затем Христос стал первым коммунистом. При Гитлере Христос стал первым национал-социалистом. В 60-е годы он стал первым хиппи. То есть каждый образ Христа приспосабливал. В нашем мире первым основателем седневого маркетинга. Да, первым основателем седневого маркетинга. Точно. 12 плюс еще 12. И так далее. И так далее. Ну и конечно мы видим мумию Ленина, которая покоится до сих пор в Москве. Это и реальное исполнение библейского пророчества. Библейское пророчество относится к дьяволу, но мы знаем, что Ленин был реальным воплощением этого сатанизма. Это Исаия 14 глава с 18 стиха. Все цари народов все лежат с честью каждой своей усыпальницы. А ты повержен вне гробницы своей, как презренные ветви, как одежда убитых сраженных мечом, которых опускает каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разверил землю твою, убил народ твой, и вовеки не поменется племя злодеев. Хорошее вправо, что и оно сто процентов подходит к Ленину. Следующее. Сталин. Начальше имя его Иосиф Визарионович Джугашвили. Это был русский император. Он и сам это не отрисал. Да? Вот что он писал. Не забывайте, что мы живем в России, на земле царей. Русский народ предпочтет одного главу государства. Никакой демократии, да? Чисто Российская империя. Родился в 1879 году, умер, как вы знаете, в 1953 году. То есть, родился на 9 лет позже Ленина. Но умер в 1953 году. Мог бы еще жить. Но вы знаете, при смерти ему никто не оказал помощь. Вот я сейчас качаю файл, кто убил Сталина. Я так просматриваю. Кстати, как у Чингисхана первый сын был убит, а второй сын был алкоголик, который наследовал. У Сталина точно так же. Яков Сталин был убит, вы помните? Тогда он был в немецком плену. А у Васи Сталик был алкоголик. Вот такие удивительнейшие параллели. Я вам еще Ивана Грозного не приводил, и других это тоже интересные личности, но они как бы антихристов в отдельной взятой стране. И Петр Первый, который своего сына старшего убил, помните? Иван Грозный убил своего сына, родился в Джугашвили 21 декабря 1879 года в небольшой городке Гори Тифлийской губернии. Кто-то говорил, что когда придет пророчество Нострадамуса, придет горец с длинными усами и с дымом изо рта. Не только горец, но он из деревни Гори родился, Тифлийской губернии. Но в метрической книге Горийского Успенского собора значится другой день рождения, 6 декабря 1878 года. То есть официально 79 года, 21 декабря, но в метрической книге, 6 декабря 78 года. Причина, по которой появилась с 1922 года другая дата, никому неизвестна. Значит, ее мать Екатерина Гетчадзе из села Гамбариули вышла замуж за сапожника Виссариона Джугашвили. Он был алкоголиком. Впрочем, как и отец Гитлера был алкоголиком. Параллели удивительнейшие. Параллели удивительнейшие. Он часто бил жену и сына. И Виссарион во всем завидовал сотоварищам по ремеслу, в основном евреям, более умелыми и более зажиточными, чем он сам. И это заложило в душе Сосо, как его звали, Виссарион Сосо, зачатки антисемитизма. По словам дочери Сталина, Светланы Аллилуевы, ее отец был очень привязан к своей матери. Вот у Гитлера была мать такая крутая женщина, которая держала себе семью, да, и Гитлер был привязан к своей матери. И если вы помните становление Гитлера, да, Гитлер не мог простить еврейским врачам, что они не уберегли ее мать, потому что его мать умерла от рака, естественно, помочь ей никто не мог, но лечили еврейские врачи, и он ненавидел евреев, и в смысле еврейских врачей. а Сталин любил еврейских врачей, параллели, параллели, шикарнейши, во всем, почти во всем, вот, и уже стал во главе государства, он писал своей матери короткие, на полной нежности письма, звал ее к себе, но мать не ехала, говорят, такой случай, однажды мать Сталина приехала таки в Москву, посмотрела, вот, тот ей все показал, он говорит, сосо, говорит, лучше б ты окончил семинарий и был священником, и уехала, и больше не возвращалась, и больше не возвращалась. В 1888 году мать отдала Иосифа учиться в школу при православной общине в горе, через 6 лет ей удалось добиться для него стипендии. Еще 5 лет сосо проучился в духовной семинарии. Он был строптивым, нелюдимым, видел мало ласки, и даже мать частенько поднимала на него руку. Отец вообще оставил семью и погиб где-то в пьяной драке. Сверстники не жаловали сосо, он был тщедушен, с рыбым от перенесенного оспы лицом и имел физические дефекты. По данным медицинской истории Сталина, у него было сращение пальцев левой ноги. Он, кстати, носил сабыги, особые ортопедические обувь. Была атрофия плечевого и локтевого сустава левой руки, поэтому его всегда изображают, заметили, вот в такой позе Сталина. И вследствие ушиба в 6-летнем возрасте. Сосо дразнили, лучше бы его не дразнили, что усиливало его грубость и ненависть к окружающим. Уже в семинаре только у него появились друзья, которые, почувствовав в нем скрытую силу, во всем его подчинялись. Были у Иосифа и враги, но згрупировавшиеся вокруг него ученики быстро отбили охоту трогать их лидера. В Тифлисе, где находилась семинария, проживало много сильных русских революционеров. И поэтому молодой семинарист он начал заниматься политикой, да? Был он также и поэтом. В 1896 году журнал «Иверия» опубликовал семь стихотворений юного поэта. До скорой Сосо начал запоем читать марсистскую литературу и вскоре сказал сверстникам «Бога нет, они обманывают нам». Но это не мешало ему отлично учиться. Чтобы покидать сцены семинарии, он просто не явился на экзамен и был отчислен. И стал профессиональным революционером. После первомайской демонстрации 1900 года одним из организаторов, которым он был, Джорашвили, перешел на негативное положение. Еще через год перебрался в Баку и получил партийную кличку Коба. Йосиф так назвал себя в честь своего любимого литературного героя книга Казбеги «Отцеубийца». Отцеубийца Коба. Помните, что он люто ненавидел своего отца, да? 5 апреля 1905 года был впервые арестован. Затем с сыркой побывал Сольвычегодский и Тураханский. В Сольвычегодский у хозяйки дома, где квартировал Джугашвили, от него родился сын, о котором он никогда открыто не вспоминал. Пять раз бежал из ссылки. Удачные побеги и способность рисковать в различных ситуациях и выходить сухим из воды. Он открыто, вы помните, занимался бандитизмом, экспроприацией, грабежом банков. Кстати, Пил Суцкий тоже начинал свою революционную карьеру точно таким же образом, да. Я читал в Алма-Ате, мне попалось биографию Пил Суцкого, тоже весьма интересное. Значит, 1902-ом, по другим средствам, в 1904-ом году Коба женился. Первой его женой была Екатерина Сонидзе, деревенская девушка из сирения Диди Лило. Вот. Они тайно повенчались, потому что церковный брак среди революционеров не приветствовался. Эта девушка была хорошей женой, она смотрела на мужа, как на полу бога. Слыла искусной портникой, среди ее клиенток была сама жена губернатора. Она участвовала также, разносила ленинскую искру и так далее. В 1909-ом году Екатерина умерла от тяжелой болезни. Много времени Коба был вдовцом, однажды после революции понял, что необходимо обзавестись семьей. Он находился в дружеских отношениях с профессиональным революционером Аллилуевым. И у него подрастала дочь Надежда. Причем есть сведения, неофициальные, что эта Надежда Аллилуева возможно была даже его дочерью Сталина. Потому что когда получила какое-то страшное известие, она покончила жизнь, как вы знаете, сомбистом. Это очень похоже на Гитлера, который со своей сестой сошелся, Гелли Реубаль. И у них сын родился, который вот между прочим говорили некоторые, что я на маршала, помните, не меня солдаты на маршала революция. Но речь шла не об обмене солдата на маршала. А речь шла о том, чтобы Иосифа, сына Иосифа, это как Якова Сталина, обменять на сына тоже, сына Гитлера. Ревубая, который, кстати, после смерти его прожил, он просто поменил, переменил фамилию, чтобы он прожил ГДР еще длительное время, уже после войны. Итак, значит, когда Надя, видимо, узнала, видите, она приходилась ему, по крайней мере, по возрасту, как дочери, она в 1932 году, 9 ноября, покончила жизнь самоубийством. Ну, причиной официально считалось оскорбительное поведение мужа на банкете в честь 7 ноября, психическая неуравновешенность, которая уже позднее стала, превратилась вот такой в маразм с явлением паранойи. Предполагали даже убийство, даже убийство. Значит, она оставила записку, но полисмертную записку жены Иосиф сжег. Никто не знает точно причину. И принесли радости Сталину дети. От двух браков их было трое. От Екатерины сын Яков от Надежды, как вы знаете, Василий и Светлана. Светлане не дали быть с человеком, который она любила. Вы помните, смотрели эту историю, да? Один кинорежиссер забыл, как его фамилия. Но после этого она как-то стала вести распутную жизнь, а Василий был тихим алкоголиком, анонимным. Вот такая у них была семейка. Василий спился, а Светлана отличалась невероятной увешанностью характера и уже после смерти отца бежала из Соединенных Штатов, попросила политическое убежище и там издавала мемуары и вышла замуж. С 1982 по 1984 год она жила в СССР, сохраняя американское гражданство. Затем навсегда вернулась в Штаты. В 1906 году в Тамер Форсе Сталин познакомился с Лениным. Сталин взял себе такой псевдоним в 1906 году. Почему? Потому что стальной человек. Но я считаю, что он уже к тому времени имел явно дух. И дух Сталина и дух Чингисхана один в один совпадают. Но Сталин еще был в сто раз более жестокий и более страшный человек и более беспринципный. Как мы говорили, в Чингисхане что-то человечное все-таки оставалось. В Сталине его уже вообще не было. Вместе с Лениным, Зиновьем и Каменем Джугашвили стал одним из четырех главных вождей партии. То есть их вначале было четыре. Ленин, Зиновьев, Каменев и Джугашвили. Ну вы знаете что позднее остался Зиновьев Камера убрали. Осталось только что Сталин был прямой сподвижник Ленина. Ну что еще сказать. Его воинская карьера была в Царицыне с 1918 года. Он руководил продовольственными делами на юге России и с помощью чрезвычайных мер добился отправки большого количества продовольств в Петроград. А затем провел чистку в Царицыне который позднее был назван его именем железной беспощадной метлой расправился с недовольными и ненадежными элементами в тылу. Судя по завещанию в конце жизни Ленин осознал недостатки своего протеже но вряд ли мог предположить что лично для него может обернуться доверие Сталина вы знаете Сталин объявил себя генеральным секретарем но вначале он был секретарем по кадрам партии и он тогда правильный лозунг выдавал кадры решают все он подобрал себе такие кадры которые позволили ему стать полновесным диктатором причем сам же он периодически их чтобы не возгорделися уничтожал и интересно что за месяц до своей смерти в 1953 году он был на даче и он там на даче собирал своих там друзей он кстати их заставлял танцевать перед ними Хрущев там прислал гопачок перед ним и так далее и когда он собрал своих друзей он заявил ну я слушаю человек и не все порядке может он уже настолько обнаглел сказал вы говорит все уже состарились и вас их пора менять они поняли в какую сторону будут менять да поэтому до сих пор неизвестно отравили ли Сталина или нет но то что Берия пришел и посмотрел и сказал товарищ Сталин спит и он еще трое суток валялся живой да в бессознательном состоянии и никто ему не подходил во всем своем дерьме в общем он достойно достойно себя смерти обеспечил хорошо что же можно поговорить о еврействе да вот еще смерть Сталина оказалась такой же кровавой как его жизнь в день когда народ прощался с ним с великим хозяином отцом народа и вождем тысячи людей погибли в безумной давке помните в 1961 году он был набальзаврирован и находился в начале с телом Ленина но затем до 1961 он находился рядом с телом Ленина но затем по указанию Крущева был захоронен возле кремлевской стены хорошо Гитлер и Сталин близнецы братья вот такое можете сделать подзаголовок здесь у меня есть интересный документ который называется Генеральное соглашение о сотрудничестве взаимопомощи и совместной деятельности это создавано в Москве 11 ноября 1938 года подписан подписан с одной стороны комиссар государственной безопасности первого ранга Лаврентий Берия так с другой стороны представитель управления безопасности национал-социалистической рабочей партии Германии в лице начальника четвертого управления гестапо Генриха Мюллера на созновении весны видели вот это был тот самый Мюллер вот что значит на основании доверенности выданной шефом главного управления Рейхардом Гейдрихом тоже еврей был и далее по тексту гестапо с одной стороны заключило настоящее генеральное соглашение о сотрудничестве взаимопомощи совместной деятельности между НКВД и гестапо соглашение состоит из 9 параграфов и 2 протоколов ну процитируем только некоторые из них НКВД и гестапо будут развивать свои отношения во имя процветания дружбы и сотрудничества международными странами стороны поведут совместную борьбу с общими основными врагами международным еврейством его международной финансовой системой иудаизмом и иудейским мировоззрением дегенерацией человека во имя оздоровления белой расы и создания евгенических механизмов расовой гигиены НКВД и инстапо кроме всего прочего стороны определили что речь идет о следующих видах квалификаций дегенеративных признаков вырождения вырождение какие же это были дегенеративные признаки вырождения которых нужно физически уничтожать вырожденные рыжие косые ленин тоже был рыжий внешне уродливые хромоногие сталин тоже был хромоногие внешне уродливые косоруки и руководство было косорукою имеющие дефект речи шепелявость картавость тоже ленин подходит под это и заикания врожденные дальше ведьмы колдуны шаманы ясновидящие сатанисты и чертопоклонники и в то же время и Гитлер и Сталин собирали у себя все вот этих всякого рода колдунов в особенности с Тибета и Гитлер и Сталин делали экспедиции туда также должны были подвергаться уничтожения горбаты карлики и другие явно выраженные дефекты которые следует отнести к разделу дегенерации лица имеющие большие родимые пятна Робачев уже тоже не прошел бы такую экспертизу и множество маленьких разного цвета кожное покрытие разноцветие глаз и так далее стороны дополнительно определяют квалификации типов и видов дегенерации и знаков вырождения вот такое представьте себе если бы как по Божьей милости они не перессорились чем бы это все закончилось правда да следующий следующий кандидат я его назвал несостоявшийся антихрист да несостоящийся антихрист Юрий Владимирович Андроп 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 Юрий Владимирович родился в 1914 году в станице Нагудское Старопольский край умер в 1984 году в Москве член КПСС 1939 года трудовую деятельность начал рабочим перед тем как поступить в техническое училище а позже Петрозаводский университет Андроп работал по многим профессиям был оператором на телеграфе крутил кинопроектор кинотеатра видимо это произвело на него тоже звук по фазе потому что чего-то он всех преследовал которые смотрели кино также был лодочником в Рыбинске это был волжский город Рыбинск позже переименован Вандроп а затем возвращено первоначальное название он не родился в Рыбинске он работал в Рыбинске в 1984 умер в 1940 году стал первым секретарем ЛКСМ Карерии вот такая у него официальная биография в 1957 году был послом СССР в Венгрии и сыграл одну из ключевых ролей в установлении просоветского режима и размещения советских воин в этой стране помните в 1956 и 1957 в Венгрии была революция направленная против против советской оккупации значит дальше в 1967 году его назначили главой КГБ с 1973 года стал членом политбюро и в то же время он оставлялся третьим чекистом по своему значению после Ежова Иберии во своим масштабом в 1973 году член политбюро в 1974 году был призвоен название героя социалистического труда был близким соратником Брежнева вот и играя на чистой любви Брежнева Андропов внес свой клад в создании его культа вы знаете что многие вот такие вещи которые про Брежнева что он маразматик и так далее это все делалось Андроповым такие вот такие вещи специально знаете общественное мнение оно очень важно оно стоит многих дивизий и показывали Брежнева маразматиком и если Брежнев когда умер кто должен был стать власти Андропов да ну так оно и получилось правда еще после Черненко вот и так же значит Андропов благодаря Андропову тоже вот эта афганская авантюра проговорилась которая много тоже жизней и особенности ран нанесла и до сих пор эти войны в Афганистане она абсолютно абсолютно ничем не оправдана и просто именно спровоцирована советскими войсками которые защищали афганского правительства они должны были защищать они сделали переворот Андропов умер через 15 месяцев после прихода власти к счастью не успел ничего совершить осенью в 83-й году ее перевезли в больницу и доходился он до своей смерти 9 февраля 84-го года умер от тяжелой почечной недостаточности не исключено что был отравлен афганистане